Вначале я хочу объяснить для всех, не все знают иврит, что слово «медот» имеет ряд значений, но в этом контексте означает качество черты человека, качество души человека, качество характера человека. Все это называется «медот». Это множественное число, единственное число «меда». Меда – это мера. Есть понятие измерять качество. Когда мы говорим о хорошем человеке, человек хороший, а этот человек тоже хороший, и третий человек хороший. Скажем ли мы, что они все одинаковые в наших глазах? Нет. Потому что этот, например, очень хороший, этот просто хороший, а этот – отличный человек. Все это хорошее, все это имеет разные меры. Мера – это меда. Поэтому характеристики человека, характера его и прочее, имеют измерения. Не математические, не физические, не технические. А видение души. Мы видим этого человека хорошим, а это видим другим, например. И есть такое понятие, что надо стремиться к тому, чтобы ты был лучше, чем ты есть. Это значит улучшить свои медоты. Технически это даже означает увеличить их. Если меда – это мера, это значит увеличить меру хороших качеств, уменьшить меру, вес, меру, объем плохих качеств. Это уже более точно говорит. Теперь можно сказать, что человек родился. И все. Как он родился? Он же не выбирал, в магазине не покупал. Папа с мамой не покупали в магазине для него эти качества. Он с ними родился. Значит, надо с ними жить и заниматься чем-то другим. Это отношение не с тем верное. Потому что в мире, когда человек в материальном мире, например, имеет то, что имеет, зарплату, или имеет какие-то средства, или имеет какие-то вещи, он хочет больше. Он не говорит, что мне не надо больше. Другое дело, что хороший человек не стремится, не живет ради этого. Он просто хочет улучшить ситуацию. Мне не надо много. То, что я имею, мне достаточно, но я бы хотел улучшения. Какого, например? Я зарабатываю тысячу шекелей в месяц. Мне достаточно. Какое улучшение я хочу? Я хочу, например, не тратить деньги на лекарства, на лечение. Зарплата будет та же, качество будет лучше. То есть, иначе человек хочет продвинуться как-то. Или он получает эти деньги, но он хочет умнее распоряжаться ими. Вот тоже повышение. Вот вам модель, что всегда можно оставаться даже в скромной ситуации, улучшаться. И точно так же с этим медот, с качествами человека. Они бывают хорошие. Что с ними делать? Я хочу сделать их лучше, например, крепче. Например, реже спотыкаться в этих качествах. В принципе, я очень добрый человек. Стараюсь помогать людям. Прекрасно. Что можно улучшить здесь? Например, умнее помогать. Например, правильно распределить время для этого. Я могу выделять на то, что помогать людям, к примеру, два часа в день. Может быть, я захочу три часа. Может, я захочу эти же два, но только качество другое. Правильно выбирать объекты, кому помогать. Опять, я, кстати, не вхожу в этом ответе ни в какие практические стороны ситуации. Что такое правильно и так далее. Но я хотел объяснить, что можно работать, как говорится, и со своими хорошими качествами. Это тоже надо знать. Это тоже очень важно. Это настолько важно, что если сосредоточиться на своих плохих качествах и, так сказать, их исправления, а не на хороших, то можно поломать себя и ни к чему не прийти. Но сейчас мы к этому перейдем. Что же все-таки делать, если у меня есть и неудачные качества. Не надо говорить плохие. У человека нет плохих качеств. Кстати, нет плохих качеств ни у кого. У человека есть то, с чем он родился. И можно то, с чем он родился, взять и направить в правильном направлении. В направлении добра, в направлении духовности, в направлении возвышенности и так далее. Возвышаться. Любое качество. Например, если человек сердит, сердится. Кстати, это очень плохое качество. Действительно очень плохое. Что с этим делать? Есть ряд вещей. Но одна из них перепрофилировать называется. В эту свою сердитость направь на лень свою. Если ты сегодня ленился целый день, немножко рассердись на себя. Не надо злиться. Немножко рассердись. Будь недоволен. Я недоволен этим. Я хочу исправить. Завтра буду меньше лениться. Если я вижу еще что-то, что я не так сделал, можно рассердиться и на это тоже. Неужели я? У меня есть голова. У меня есть здоровье. У меня есть силы. У меня есть жизненный опыт. Неужели я вот эти глупости вчера делал? Это не к лицу мне. Я могу рассердиться на это. Вот, пожалуйста, дурное качество сердиться обратилось в хорошее. И так далее. Примеры любые. Каждый может их создать. Их очень легко создать. Потому что плохое или хорошее у нас критерий один есть. Это является служением Всевышнему, исправлением духовного мира. А исправление духовного мира – это соблюдение заповедей и повышение качества соблюдения заповедей. Это смысл жизни человека. На это это идет, твое качество, так оно хорошее. Только надо его усилить. Нельзя оставаться тем же. А если оно идет на разрушение, на несоблюдение заповедей, на то, что мешаешь другим соблюдать заповеди, на то, что портишь жизнь другим людям. Меня сейчас слушают, конечно, и скажут, кто это портит жизнь другим людям. Есть, конечно, бандиты, разбойники, воры и негодяи. Но я? Да, ты. Как ты портишь жизнь другому человеку? Очень просто. Например, звонишь ему по телефону без какой-то серьезной нужды. И так далее, и тому подобное. Или ты портишь жизнь тем, что сеешь панику вокруг. Или ведешь разговоры нехорошие. Не какие-то злые. Не говори, что тот человек украл. Он не украл. Ты просто говоришь, например, конечно, он как будто выглядит хорошим человеком. Вот это как будто мне мешает. Не хочу сказать мне ничего о нем плохого. Но мне что-то подсказывает, что тут что-то не так. Все, ты убил того человека. Ты не обманул, ты не сказал, что он вор, что он убийца. Ничего плохого не сказал. Ты только сказал, что мне что-то подсказывает, что это все, например, показуха. Что это не так. Что надо к нему присмотреться больше. Присматривайся. И когда ты сказал это, я имею в виду другому или даже себе, но себе это полбеды. Главное, другому ты сказал, ты уже ударил по нему. Ты нанес ему увечье. Да, да, ты изувечил другого человека. Видите, ни кулаками, ни пистолетами, ничем, ни ножами. Сидя на стуле, спокойно совершенно, в беседе с кем-то, за чашкой чая, разговаривая. И ты уже убил пять человек. Вот это называется смотреть за своим поведением по правильной лакмусовой бумажке. Ты строишь мир, ты разрушаешь. Понятно, что ты изувечил нормального человека, не хорошего. Я не говорю, что ты о хорошем человеке так сказал. Это просто ужасно. Ты просто обычному нормальному человеку так сказал. Надо присмотреться, что-то мне не нравится. Я думаю, что может быть не так. А может быть это и так, но на самом деле не так. И так далее. И ты просто покалечил людей. Так что вот это и есть лакмусовая бумажка. Теперь мы будем знать. Это очень несложно знать. Это строит мир, духовный мир. Ты не взятен, чтобы быть строителем строить дома и мосты и железные дороги. Но ты строишь духовный мир или нет? Ты разделяешь людей, чтобы они ненавидели друг друга? Или ты говоришь, что все мы, я говорю о евреях сейчас, да? Что мы все братья, мы все имеем одних и тех же праотцов. Авраам, Ицхак и Яков. Ты разделяешь между евреями? Или ты соединяешь евреями? Вот это вот и называется работа над своими качествами. И вот вам критерии, вы сказали даже. А теперь в конце уже к вашему вопросу. Потому что вас беспокоят, так я понял, из письма, что иногда вы радуетесь желанием стать лучше. А иногда у вас все изменяется. И я цитирую вас. Накрывает жуткая депрессия. Прогресс у вас есть, вы тоже пишете. И нет оснований сомневаться. Теперь по поводу депрессии. Значит, я не хочу претендовать на какие-то лекарства. Что у меня есть какое-то лекарство волшебное такое. Но я хочу простую мысль сказать. У человека депрессия. Опять мы говорим о евреях. И прошу неевреев перевести то, что я говорю, в мир и в язык нееврейского мира позитивного, о котором я часто говорю на сайте или пишу, о том, чтобы не вредить, не разрушать, не убивать, не ненавидеть, не распространять ненависть ни к одному народу вообще, естественно, к евреям тоже. И прочее, и прочее. Вот выстраивая такую жизнь и так далее. Но мы возвращаемся к евреям. Депрессия. В этот момент есть человек в сознании. Вспомни, кто я. Я цитирую сейчас наших учителей. Это не я придумал. Откуда я пришел, куда я иду. У меня сейчас плохое настроение. Назовем депрессия, назовем что-то другое. Не пользуйтесь слишком словом депрессия. Это депрессивное слово. Можно сказать, что у меня не очень хороший настроение. И в эту секунду надо... А кто я такой? Откуда я пришел? Я пришел от традиции Авраамы Цхака Якова. Я пришел с колоссальным духовным богатством. Сто поколений назад, все, большинство поколений сзади меня, это были благородные люди с высокой духовностью. Я не под кустом меня нашли. Не айст меня принес. У меня есть Тора. У нашего народа есть Тора. У нашего народа есть идеалы, есть цели. Всевышний хочет, чтобы мы двигались. Мы – это значит я тоже. Вот депрессия. Здесь депрессия. Здесь я вижу, что у меня есть должность. Я на хорошей работе нахожусь. Сам Творец мне дал работу. Я не безработный. Он мне дает заработать столько, сколько нужно. Ну, а правда у меня в материальном мире, у меня долги. Вот я сделал много долгов. Теперь у меня минус банки огромный. У меня это, у меня это. Это меня вводит в депрессию. Опять вспомни, как ты оказался в этой депрессии, в минусе. Наверное, во многих случаях ты неразумно вел себя, расточительно, бессмысленно, надеялся на то, чего нет, воздушные замки и тому подобное. Что это, да, минус. Печально и плохо. Но это то, вот в эту секунду я хочу извлечь из этого уроки. Я берусь извлекать из этого урока. Вот есть минус, есть плохо. Это только пример. Есть бедность. Да прежде всего никаких авантюр новых уже не будет. Я теперь буду жить с этим минусом и буду из него выкарабкиваться. Как? Как получится. Но каждый день все больше и больше, лучше и лучше. И так потихоньку я буду двигаться вперед. И я вчера начал минус 300 тысяч долларов, а через год у меня уже минус 280 тысяч долларов. Неплохое достижение. Плохо? Все еще плохо. Ну и что? Я двигаюсь вперед. И у меня есть прошлое, как у еврея. Я сын Аврама Ицхака Якова. И у меня есть будущее. Будущее – это будущий мир. Будущее – это общая наша работа всего народа. Мы все, как говорится, помогаем друг другу, даже не будучи знакомыми. Евреи живут в этом городе, а другой живет в другом городе. Они не знакомы, но если я делаю что-то хорошее, это ему будет лучше. И наоборот. То есть я не один. Нет оснований для депрессии. Есть основания для составления реальных планов, нацеленных на, если в этом примере быть, на уменьшение моего минуса в банке. Это конкретная задача. Я должен ее решать. Как получится, так получится. Но я должен ее решать ежедневно, спокойно, не в плохом настроении, а понимая, что каждый день, опять это не мои слова, утром просыпаясь, мы, откройте себе дур, молитвенник, там написано, «Модеа нелифанеха, я благодарю тебя Всевышний за то, что ты вернул мне душу, ту часть души, которая во время сна поднимается вверх, остальная остается, ты живешь, дышишь и все. Но если некая часть души, она поднимается вверх, утром возвращается к тебе. Для чего? Чтобы ты этот день прожил хорошо. Скажи спасибо. Есть люди, которые не просыпаются утром, ни про кого не будет сказано. Пошел спать, а утром его уже нету. Но ты же есть, тебе дают подарок. Поэтому депрессию нужно оставить другим, как называется. Ни о ком плохо не будем говорить. Оставим депрессию другим. Оставим депрессию даже непонятно кому. Атомам, молекулам, кому хотите. А нам она не нужна просто. Объективно у меня минус, у меня проблемы. Более того, даже проблемы есть серьезнейшие. Я же получил сегодняшний день, чтобы с ним что-то делать. Я должен подумать, что с ними делать. Что лучше. Споткнуться тоже можно. Завтра я не споткнусь. Сегодня я стараюсь меньше. Сделать, извлечь выводы. Но главное, без авантюр, без безумств, без всего. Двигаться вперед. Значит, так уже есть, что я буду в ближайшие 5 лет с этим минусом. Но я буду его уменьшать. И буду учить Тору. И буду молиться. И буду работать. И буду все это делать. И так далее, и так далее. У меня есть с чем заниматься. Я не безработный. А депрессию мы оставим где-то там далеко, закопаем во дворе в землю. Вот это подходы. Просто такие простые модели вам показывают. Поэтому, когда вы говорите, то вы радуетесь, то жуткая депрессия, в этот момент всегда вспомните, кто вы такой. Это универсальное правило. Я не про себя говорю, и не про него говорю. И я говорю не про вас даже. Вы скажите про себя. Кто я такой? Откуда я пришел? Кто были в прошлом мои? Во мне же душа всех там 100 поколений, или примерно 75. Во мне это все есть. Это же во мне работает. Я же не пустое что-то. Я не клочок бумажки. Кто я есть? Я есть. И вот это я беру и иду вперед. Вот, собственно, вот такой, не знаю, некий маленький урок, микроурок. Подводя итог по конкретному вашему вопросу, то, что у вас иногда бывают подъемы, а потом бывают падения, не обращайте на это внимания. Во время подъемов не надо быть в бездумной радости. Это не украшает человека. Море по колено – это русская поговорка хорошая. Пьяная в море по колено. Только не надо быть пьяным. Это не наша дорога – быть пьяным. Поэтому не надо пьяной радуиться в море по колено. Нет, ты радуешься, ты улыбаешься, ты в хорошем настроении, и этого достаточно. А плохое – точно так же. Плохое настроение – тут же вспоминаешь, кто ты такой, что ты утром получил душу на этот день, а завтра с помощью небес. Опять придет к тебе душа на следующий день. И так далее. Ну вот это, может быть, краткий урок на эту тему. Всего доброго. До свидания.